Я рад всех вас приветствовать вот здесь у нас на этом семинаре. Я представлюсь, меня зовут Захаров Николай Михайлович, я преподаватель Центра компьютерного обучения, специалист уже очень много лет. Ну и занимаюсь в Центре направлением, которое называется настройка и ремонт персональных компьютеров, специалист хеллдеск. В это направление входит несколько курсов, которыми я занимаюсь и которые я здесь читаю. Сегодня я хотел вам немножечко рассказать о курсе, с которого собственно начинаются у нас занятия по изучению этого направления. Это курс, который называется настройка, установка, настройка операционной системы, настройка операционной системы Windows 10. Ну, немножечко 8 базовые возможности. Коллеги, вообще говоря, все, что здесь написано про этот курс и что я прописал в презентацию мою, вы можете с большим-большим успехом прочитать на сайте. Мне просто немножечко жалко сейчас тратить время на описание вот этого курса, что и как. На сайте направления специалист хеллдеск, курс настройка ПК с Windows 8.10 базовые возможности, все, 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 что вы получите от этого курса, все, какие знания и умения у вас появятся в итоге, там прописано. Поэтому давайте мы с вами сейчас поступим следующим образом, я подробно об этом рассказывать не буду, а поговорим с вами подробнее именно о тех, ну о том, о той теме, которая в качестве вот этого рекламного семинара мною была запланирована. Теперь еще посмотрите вот такой момент. Ну я думаю, что многие из вас не первый раз уже со мной общаются на подобных семинарах. Значит те, кто со мной уже общался, знают, что как правило я для каждого подобного семинара создаю вот эту вот презентацию, на основе которой семинар проходит. Соответственно, я создал эту презентацию и для нашего с вами семинара, и я предлагаю вам эту презентацию забрать себе. Значит, для того, чтобы забрать себе эту презентацию, я ее выложил на Яндекс.Диск. Вот посмотрите, пожалуйста, сфотографируйте, скопируйте, как вам будет удобно. Вот этот вот адрес на Яндекс.Диске, ну я думаю, вы все умеете работать с подобными адресами, с подобными ссылочками, но тем не менее. Я просто покажу, что вы там увидите. Копировать, запустите браузер какой-нибудь, в строке адреса эту ссылочку ведете, и получите возможность презентацию эту, ну и посмотреть и, собственно, скачать себе, чтобы она у вас была, и чтобы вы могли эту презентацию, в крайнем случае, там просмотреть, когда вам будет удобно. Теперь, ну теперь, собственно, что, о чем я хотел поговорить с вами вот на нашем семинаре. Я хотел с вами поговорить о программе управления дисками, которая входит в состав любой, по сути, майкрософтовской операционной системы. Я буду, естественно, вам показывать и рассказывать о программе управления дисками на примере программы, которая в операционной системе Windows 10 присутствует. Но они, вообще говоря, все очень похожи, и в функционалах у всех очень похожи. Значит, давайте вот я что хочу напомнить всем нам. Я хочу всем нам напомнить, что жесткий диск, устройство для хранения информации, это, будем говорить, основное устройство для хранения информации, которое используется в персональных компьютерах. Жесткий диск современного компьютера – это очень большой объем информации, очень большое хранилище. И, вообще говоря, ну, вообще говоря, жесткий диск – это что такое? Жесткий диск – это книга. Ничего более удобного, чем книга человечества, я думаю, для хранения информации уже не изобретет. Я что имею в виду? Книга – это устройство с так называемым прямым доступом к информации. Прямой доступ к информации что, собственно, означает? А означает, что, давайте вспомним, книгу берем в руки, открываем и в нашем распоряжении оглавление. Мы не читаем всю книгу целиком, мы с вами смотрим, есть ли интересующая информация о нас, и, соответственно, если есть эта информация, то нам написали, на какой страничке статья соответствующая находится. И мы напрямую идем и читаем, занимаемся этой статьей. Жесткий диск – это огромная по своему объему книга, Поэтому, давайте вспомним, если у какого-то автора книга получается очень большая по объему, он ее не использует как одну книгу, а он разбивает ее на тома. Точно так же, вот жесткий диск современного компьютера, очень большую книгу, можно разбивать на отдельные тома, на отдельные так называемые логические диски. Ну, вообще говоря, вот я сравниваю сейчас жесткий диск с книгой. Вообще, жесткий диск, ну, коллеги, вы меня, соответственно, за качество рисунка особенно не ругайте. Жесткий диск можно, вообще говоря, представить и... Вот я пытаюсь тут письменный стол нарисовать. Давайте вспоминать компьютер. То, что мы видим на экране монитора, это рабочий стол, а вот это вот тумба, а вот эта тумба, это и есть жесткий диск. Вопрос следующий. Удобно работать с письменным столом, где вот эта тумба представляет собой один единственный ящик? Ну, думаю, не очень удобно. Мы с вами обычно все-таки письменные столы используем вот такие, где ящиков несколько. Так вот, это жесткий диск, а ящики это и есть, вот те самые тома или же те самые логические диски, которые мы можем создавать на жестком диске. И мы, будучи пользователями компьютера, будем четко совершенно для себя определять, в какой ящик, в каком томе мы будем хранить одну информацию, в каком другую, для того, чтобы нам удобнее было работать с этим устройством. Так вот, этот жесткий диск можно разбивать на тома. Теперь следующий момент. Вот когда мы устанавливаем, мы или кто-то устанавливает нам операционную систему на компьютер, на жесткий диск, что получится, какая логическая структура, в итоге такой установки получится. Тут несколько факторов влияют на это. Первые факторы, которые влияют на это, это какая программное обеспечение, обеспечение прошито в материнскую плату, то есть в постоянную память, расположенную на материнской плате. Это может быть вот такой старый вариант, стандартный BIOS или же UEFI. Коллеги, я не буду сейчас, но за неимением времени, подробненько рассказывать, вот что такое BIOS и что такое UEFI. Это просто два разных типа прошивок, специального программного обеспечения, которые в ПЗУ, в постоянной памяти, расположенной на материнской плате, могут находиться. Так вот смотрите, если пользователь, если установщик операционной системы проводит эту установку как бы в режиме по умолчанию, режим по умолчанию это означает, что когда появляется подобное окошко, никаких действий никто не проводит, говорит, ставься так, как тебе надо, как ты сама захочешь. Не занятое дисковое пространство далее, и пошла установка операционной системы. Что в результате будет? А в результате будет либо, конфигурация, которая, если у нас старая версия BIOS, мы с вами получим конфигурацию диска, схему разбиения жесткого диска на основе МБР, у нас будет два раздела, два тома, системный диск и диск с операционной системой, собственно. Вот эти тома я вам показываю сейчас в программе управления дисками, которой будем чуть-чуть попозже заниматься. Что получается? При такой вот стандартной установке по умолчанию, во время установки в самом начале диска создается специальный раздел объемом, ну приблизительно 500 мегабайт, самая последняя версия операционной системы десяточки, который нам Microsoft дает, это 10809 называется. Там не 500, там 550 мегабайт. Вот такой маленький системный разделчик резервируется, и дальше весь оставшийся объем диска, все, что осталось после этих 550, распределяется как один том, как один логический диск C. Вот здесь операционная система, здесь программы, здесь данные, здесь все-все-все, с чем мы работаем на нашем жестком диске. Вот такая логическая структура. Или же мы с вами можем получить, если у нас новая прошивка, новая версия используется, прошивки, ну давайте говорить, новая версия BIOS, которая называется UEFI, тогда при такой стандартной установке логическая структура будет несколько другая. Мы с вами здесь увидим аж целых 4 раздела, 4 отдельных кусочка диска. Вот это все используется системой для работы, а вот это, то, что доступно пользователю, это то, где расположена папка с операционной системой Windows, там же драйверы и так далее, и так далее. То есть посмотрите, вот при таких стандартных установках пользователю в распоряжении после установки дается один том, один логический диск. Понимаете, ну здесь существует несколько подходов. Есть мнение, что это правильная логика диска. Я, например, считаю, что один том, это не всегда удобно. Я вам, собственно, рассказывал, рассказывал, что мне удобнее работать с книжкой, которая порезана на тома, или же мне гораздо удобнее работать с письменным столом, где не один ящик, а несколько, и я, будучи пользователем, сам буду уже определять, что, куда, в какой ящик я положу себе. Так вот, я считаю, что как минимум доступных пользователю томов для работы должно быть как минимум два. Но тем не менее, вот смотрите, вернулись сюда. Все по умолчанию ставим, никаких подготовок перед установкой не производим. Получим вот такую логическую структуру диска. Здесь, в этой презентажке, коллеги, ну вы почитаете все это чуть поподробнее. Она у вас теперь, будем говорить, может быть, вы ее скачаете, вам я ее отдам. Она тоже у вас будет. Собственно, здесь описываются, для чего эти тома используются, эти разделы, что в них хранится. Вот еще посмотрите такой момент. Если в операционной системе запускается программа управления дисками, то вот этого кусочка она нам даже и не показывает. Это даже от операционной системы, от ее программы управления дисками спрятано. Вот посмотрите, результат запуска программы управления дисками. Вот сюда мне надо прийти. Нету этого кусочка. А вот это другая программа, которая тоже работает с жестким диском, которая позволяет просматривать его логическую структуру. Это программа Paragon Hard Disk Manager. Ну, естественно, ее функционал гораздо выше, чем функционал программы управления дисками. Здесь этот кусочек мне показывается. То есть здесь я вижу все. Так вот, ну, собственно, что содержится в этих томах? Программа управления дисками. Программа управления дисками дается пользователю для того, чтобы он вот в эту конфигурацию полученную после установки операционной системы мог вносить какие-то изменения и мог вносить и создавать какие-то нужные ему разделы, нужные по объему, по количеству и так далее. Тома создавать. Коллеги, я хочу вот вам здесь показать, собственно, эту программу управления дисками стандартную. Для того, чтобы это показать, я что сейчас попытаюсь делать? Вот у меня есть виртуальные машины. Виртуальные машины с операционной системой Windows 10. Попробуем сейчас запустить в этой виртуальной машине программу управления дисками. Правый щелчок по кнопке вызова главного меню, по кнопке пуск, управление дисками запускаем. Ну вот смотрите, во-первых, я в первый раз буду считать, запустил эту программу управления дисками. Вопрос у меня возникает. Какая схема разбиения здесь жесткого диска на разделы используется? Старенькая, постепенно умирающая на основе МБРа или же более новая схема разбиения на основе ГПТ, так называемой УИФИ? Вот если бы здесь были три кусочка по умолчанию, тогда я сказал бы, что это ГПТ. А так как здесь их всего два, тут же говорим себе, мы же это знаем, мы это видели только что у нас, да? Вот здесь у меня на слайде. Тут же говорим, что это не что иное, как... Вот если бы так увидел, это... А если вот так, как здесь, а мы с вами вот так сейчас все это видим, это схема разбиения на основе МБРа. Какова бы схема разбиения ни была, пользователю дается возможность формировать новую логическую структуру, но пользователь может управлять размерами только в пределах вот этого дискового пространства. Это то дисковое пространство, в котором по умолчанию был создан логический диск С. Здесь и операционная система, здесь и программы, здесь и драйверы. Ну, все программное обеспечение здесь. Здесь же что находится? Здесь же находятся наработанные пользователем данные. Я два слова хочу сказать, почему я, например, предпочитаю несколько томов на жестком диске своем использовать. Очень простая причина. Один доступный для работы том, один доступный для работы логический диск. Вот этот системный при старте операционной системы я вообще не вижу. Ему буквы не присваивается, имени у него нет, а значит, в проводнике не отображается. Один диск С. И здесь все. Здесь все программное обеспечение, начиная от операционной системы и прикладных программ, которые вы сюда поставили. И здесь же те самые данные, которые вы при помощи этих прикладных программ создаете. Давайте теперь представим себе следующую печальную ситуацию. Пришел к нам вирус, а мы его обязательно когда-нибудь, какое-то вредоносное программное обеспечение, убил нам операционную систему. И мы с вами будем вынуждены ее переустанавливать. Так нет. Так во время переустановки мы будем вынуждены вот это все очистить от существующей там информации и, соответственно, свои драгоценные данные своими собственными руками уничтожить. Потому что, как всегда, кажется, что для самых нужных данных, а это по закону подлости, по закону Мерфи всегда так происходит, если гадость может произойти, она произойдет всегда. Это я так вольно этот закон Мерфи трактую. Естественно, мы для этих самых нужных данных резервную копию не сделали. Так, а если бы у нас было два тома, два логических диска, ну вот это системный, мы с ним не работаем, он есть. Вот этот вот был бы логический диск С, где у нас было бы все программное обеспечение, а вот этот том, ну пусть это будет том Д, например, хотя бы один, где мы данные, наработанные вот этим программным обеспечением, сохраняли, все, беда, все сломалось, все не работает, переустанавливаю операционную систему, очищаю вот это дисковое пространство, это не трогают. Новую систему поставим, данные будут доступны для работы. Вот хотя бы из таких соображений. Понятно, коллеги? Так вот, как реализовать подобные логические структуры? Ну, вообще говоря, я вам хочу сказать, что вот в этой вот презентажке я, ну самые-самые такие простейшие операции, как они выполняются в программе управления дисками, как ее запустить, как эти простейшие операции выполнять, показал, вы все это прочитаете. Давайте попробуем сейчас вот здесь, прямо на практике. Виртуальная машина, могу делать, что хочу. Вот смотрите, для того, чтобы создать еще один том, первое, что надо сделать, надо объем вот этого тома сделать меньше, надо освободить свободное дисковое пространство, чтобы там можно было с этим томом, то есть этот новый том создавать. Элементарная программа. Челкнул сюда правой клавишей, по тому объекту, с которым хочу выполнять какие-то действия, сделал правый щелчок. Жать том. В данном случае жать это, не создать там какой-то архив, а это уменьшить объем. Ну, это надо у локализаторов, переводчиков поинтересоваться, что они здесь термин сжатия почему-то используют. Мы с вами под сжатием что, как правило, понимаем? Какие-то процедуры архивации резервного копирования. Ну, здесь сжать это уменьшить объем. Сжать. Она сейчас задумывается на секундочку и спросит у меня, а насколько ты собираешься сжать эту информацию? Причем, имейте в виду, больше, чем объем записанной, уже хранящейся на этом томе информации, она сжать не позволит. Вообще, смотрите, она здесь что предлагает. Она говорит, я сейчас, вот такой вот у меня сейчас размер, порядка там 500 гигабайт, 500 тысяч, вот настолько сожму, и ты получишь в итоге диск C объемом 18 тысяч. Коллеги, ну понятно, что под операционную систему, под программное обеспечение 20 гигабайт, хотя Microsoft говорит, минимально сколько? Вот Microsoft говорит, минимально от том, куда будем устанавливать операционную систему, 20 гигабайт надо выделять. Но мы, естественно, тут же с вами, сделав его 20 гигабайт, поймем, что работать невозможно, ничего нового не поставишь, будут одни сплошные проблемы. Поэтому сожму. Коллеги, сейчас в учебных целях, без каких бы то там ни было расчетов, здесь предлагают сжать на почти 500, а я давайте сожму не на 4 тысячи, а на 2 тысячи. 200 тысяч, ну почти 300 тысяч, вот у меня 200 тысяч небольшим, после такого сжатия оставится для тома цеха. Сжать. Все очень быстро, все очень просто. Распределенная область появилась. А теперь здесь могу создавать дополнительные тома. Создать простой том. Все очень просто. Главное определить его объем. Ну давайте в учебных целях. 100 тысяч. Гегабайт, приблизительно 100 гигабайт. Даже не все пространство, да? Далее. Пуквочка. Далее. Файловая система. Ну а современная операционная система майкрософтовская, естественно, файловая система NTFS. Мы сейчас не будем с вами вот на нашем семинаре обсуждать, почему именно она. Какие-то другие файловые системы вот здесь предложены. Это надо иметь на это какие-то специальные соображения, умозаключения. А так NTFS, New Technology File System, файловая система, которая собственно майкрософтом вот для подобных операционных систем была создана. Новый том. Меточка, которую надо присвоить. Новый том, это метка такая безликая. А для чего я этот том сдаю? Новый том непонятно будет. Давайте я его назову опять в учебных целях. Ну как-нибудь там. Данные я его назову. Данные здесь буду хранить. Кнопочку далее. Кнопочку готово. Сейчас происходит процедура быстрого форматирования. Вот появился еще один том. Я с ним могу работать. Я открою проводник. Посмотрю на мой компьютер. Этот компьютер. Этот компьютер. Вот они два доступных для работы Тома. Это оптический привод, который у меня в системе пока еще вроде как присутствует. Так. Раз. Сколько можно создать? Коллеги, вот если это файловая, если это схема разбиения жесткого диска на основе МБРа, то можно создать сколько угодно. Вообще ограничений нет. Здесь ограничения – это здравый смысл. Ну сколько мы можем обслуживать объектов? Письменный стол с каким количеством ящиков? Чтобы это не превратилось в картотеку библиотечную большую. Ленинская библиотека пришла, а там не очень удобно будет работать. Но еще надо помнить, что для того, чтобы Том был доступен, ему присваивается буква, чтобы имя в виде буквы латинского алфавита, а букв в латинском алфавите не так уж много. А если они все будут исчерпаны, то следующим создаваемым Томам буквочки не достанется, и все равно я их не увижу. Вот так еще раз очень говорю, это здравый смысл в чистом виде. Ну давайте еще раз, да? Еще один Том создадим. Правый щелчок, создать, далее. Ну давайте опять не на весь объем, а на 100 опять. 100 тысяч, далее, далее. Новый Том. А здесь у меня музыка хранится. Готово. Посмотрите, как ведет себя. Схема разбиения жесткого диска на основе МБРа. Есть понятие, и об этих понятиях вы когда придете ко мне, может быть на курс, кусочек, который вам сейчас здесь показываю, мы об этом будем там на курсе подробнейшим образом говорить. Но тем не менее, вот в схеме такое разбиение на основе МБРа есть два типа разделов, два типа кусочков. Разделы это область диска, имеющая границы, начало и конец. Так вот таких разделов может быть два типа. Основные разделы и раздел дополнительный. Программа управления дисками, которая у фирмы Майкрософт в операционной системе доступна мне для работы. Она меня не спрашивает. Когда я создаю какой-то Том, она не спрашивает у меня, в каком разделе, в каком типе разделов Том будет создан. Она по умолчанию первые три кусочка, первые три раздела всегда оформляет как Том основной. Как только я создаю следующий, четвертый какой-то Том, вот все оставшееся после этих первых трех пространств жесткого диска, она оформит как дополнительный раздел. И все остальное, создаваемое мной, до бесконечности, это будут логические диски Тома вот в этом дополнительном разделе. Коллеги, ну повторяю, я сейчас, чтобы свободного пространства не оставалось просто, ну, добью его уже. Ну, пусть будет новый Том. Ну и хорошо. Вот так создаем Тома. А если мне он продумывал для себя логическую структуру, жесткого диска, и когда я все это создавал и разбивал, оказалось, что под диск С я выделил слишком маленький объем. И он у меня уже исчерпан, и ничего нового я туда записать уже не могу. Я могу расширить его для того, чтобы его расширить вот в этой программе, в программе управления дисками Microsoft. Я должен справа от этого расширяемого раздела сначала создать нераспределенную область, то есть если здесь были какие-то разделы, их надо удалить. При этом, если я его удаляю, значит, информация там, хранящаяся когда-то, станет уже недоступной для работы, ее как бы нет. Помню об этом. Прежде чем удалять этот Том, данный он у меня назывался, я всю информацию отсюда куда-нибудь там на какой-то внешний носитель скопирую, да, чтобы ее не потерять. скопирую, свободное дисковое пространство и могу расширить этот Том. Ну, на все, на все пространство, которое здесь справа есть, никаких изменений вносить не буду. Вот он, видите, стал у меня большой. Ну, вообще говоря, функционал этого программного обеспечения достаточно широк, и вот, когда мне надо что-то сделать, наверное, самый простой способ запускать какие-то действия, использовать так называемое контекстное меню, меню правого щелчка. С тем объектом, с тем участком диска, с которым что-то собираюсь, какие-то операции собираюсь производить, делаю в него правый щелчок, ну и дальше выполняю нужные мне функции. Вот такая, обратите внимание, очень-очень простая в управлении программой, которая доступна нам после того, как у нас операционная система установлена, и мы приступили к работе с ней. Это стандартная программа управления дисками майкрософтовской, это не лучшая программа управления дисками, существующая в этом мире, существует гораздо более функциональной, с лучшим набором функций программы. Значит, коллеги, я вам не буду показывать, естественно, сейчас вот этих вот, не буду показывать вот этих вот программ, сделанных не майкрософтом, цель нашего вебинара, собственно, познакомиться вот с этой вот стандартной майкрософтовской программой. Вот в презентаршечке там какие-то операции, которые я вам сейчас показал, описаны, но посмотрите, вот здесь, в этой презентаршке, вообще программы управления дисками существует великое множество. Я пользовался вот этой программой, даже, так скажем, вот этими программами, я знаю, что это очень хороший функционал, вы можете совершенно бесплатно вот с этого сайта скачать и начать использовать программы управления дисками, причем, смотрите, там их два варианта даже бесплатно вам могут дать. Partition Assistant стандартная версия и Partition Assistant облегченная версия. Функционал этих двух программ гораздо-гораздо выше, гораздо лучше, чем функционал программы управления дисками из операционной системы. Ну, а я про себя могу сказать, что я вообще говоря в своей практической работе, как правило, для выполнения подобных операций использую, но она не бесплатная, она не бесплатная, программа, которая называется Paragon Hard Disk Manager. Коллеги, вот большего, более широкого функционала по работе с разделами с томами жесткого диска, который дает фирма Paragon в своей программе, я, в общем-то, не встречал, а самое главное, что, в общем-то, сложно придумывать какую-то операцию, которая была бы мне нужна, чтобы я ее реально реализовал на жестком диске своего компьютера, и Paragon мне эту операцию выполнить бы не позволил. Во-первых, здесь можно перераспределять дисковое пространство, то есть, вот здесь можно перераспределять объемы дисков, причем не убивая, никак не нарушая информацию, хранящуюся здесь. Посмотрите, вот такой вот пример, да? Тут есть несколько функций, я покажу самое простое. Быстрое перераспределение свободного места. Работает мастер, щелкаю кнопочку далее, мне говорят, что ты там будешь перераспределять. Я говорю, я хочу размер этого диска увеличить. Я спрашиваю, а за счет какого? Я скажу, а вот за счет этого, за счет того, который рядышком с ним находится. Увеличить этот за счет этого, причем информация, которая здесь лежит, останется доступна, останется работоспособна. Щелкну кнопочку далее, здесь по-разному теперь можно всем этим управлять. Можно вот так вот слайдером. Видите, я щелкнул по кнопочке с треугольником вниз, вот так вот слайдер туда или слайдер сюда. У меня, соответственно, эти объемы увеличиваются или уменьшаются. Перераспределяю дисковое пространство между двумя рядышком граничащими друг с другом объемами. И смотрите, еще одна особенность вот этой программы прогон хардер с менеджером. Все, что я сейчас сделал, я сделал виртуально, я сделал вот здесь вот на экране. И ничего реально пока не произошло. А для того, чтобы что-то там произошло реально, мне надо нажать на кнопочку применить. И вот только тогда начнется действительно применение этой операции и вот это пространство будет перераспределяться. А если я посмотрел и подумал, ой, что-то я не так сделал, я вот сюда нажал отменить и все, что запланировал отменил. Посмотрите, могу изменять размеры, да, вот помните размер диска логического в программе управления дисками, я мог его сжать, но сжать, и смотрите, как происходило, только справа налево. Вот здесь я получал какое-то свободное пространство, а здесь смотрите, какая красота. Переместить, изменить размер раздела. А я буду его с той стороны сжимать. Вот вам нераспределенную область. А я хочу сюда поставить еще одну операционную систему, причем вот эту вторую операционную систему я собираюсь использовать гораздо интенсивнее, чем та, которая у меня была. Я сейчас запущу процедуру установки, скажу, вот сюда систему новую ставь. Посмотрите, чем ближе раздел к началу диска, тем доступ к этому разделу, но если это магнитный диск, а не SSD, осуществляется быстрее. А могу сейчас вот непосредственно здесь взять и создать новый раздел. Не буду ничего менять прямо с параметрами по умолчанию, раз и создал. Посмотрел, посмотрел, понял, что что-то я тут совсем не то, что надо было сделать, запланировал. и ничего этого нет. Коллеги, программа Paragon Hard Disk Manager она великолепный функционал по управлению логической структурой диска имеет. Плюс она же может создавать архивные образы системы, но архивные образы системы, что это такое, это другой семинар, кстати, он не так давно был, может быть, я когда-нибудь еще и повторю, естественно, создавать образ системы можно стандартными майкрософтовскими средствами, но они не самые лучшие, как всегда, средства. Paragon Hard Disk Manager это великолепный функционал вообще по работе с жестким диском. Это не бесплатная программа, я, честно говоря, не могу вам сказать, сколько она сейчас стоит у них, но она никогда не была очень дорогой. Вот тот вариант, версия, которая у меня сейчас, пятнадцатая Professional, она стоила, когда я ее покупал, там, ну, порядка двух тысяч, ну, коллеги, две тысячи рублей, рублей, за программу подобного уровня, с подобным функционалом, я считаю, это ничто. парагон, на сайте парагон, сайт парагон, это парагон.ru, на сайте парагон, вот у меня профессиональная версия, есть более простенькая версия, называется HomeExpert, знаете, такой, для домашнего пользования, вот все, что я вам показывал в парагоне, HomeExperte, тоже реализовано, так что советую вот эти программы, да, у него функционал огромный, коллеги, ни цель, ни задача нашего с вами сегодняшнего семинара, и может привести, а вы ко мне на курс приходите, я вам расскажу о возможностях программы парагон Hard Disk Manager, у нас есть курс, который называется, значит, сейчас я его название придумал, ну что-то, так, он называется восстановление и защита данных, восстановление и защита данных, а дальше пояснение, как все это делается, резервное копирование управления дисками, функционал этой программы, это моя любимая программа, очень большая, для опытного пользователя это вообще коллаги, в этой программе есть, ну вот видите, начинается как бы реклама парагона, да, все, давайте заканчивать, давайте заканчивать, это не цель нашего семинара, собственно, я на семинаре хотел вас познакомить, в первую очередь, с возможностями стандартными операционной системы Windows, вот с этой программой управления дисками, причем, чем новее операционная система, тем функционал управления дисками, в общем-то, Microsoft тоже расширяет, и в последних версиях, в десятке, в восьмерке, она стала гораздо умнее, гораздо большим функционалом, чем, например, была когда-то там в XP, я ни разу в жизни не сталкивался, вот я ни разу в жизни не сталкивался, чтобы программа управления дисками, при ее нормальном, правильном использовании, давала сбой, сбой, может быть, дает не программу управления дисками, а ваш жесткий диск, под изношенный немножечко, с затертой поверхностью, и так далее, может быть, причина-то физики, ага, значит, надо физику проверять, замечательно, сейчас я вам рекламу еще одного курса тут же, приходите на курс ремонта и восстановления жестких дисков, так, коллеги, коллеги, слушатели вебинара, и, соответственно, очные слушатели, которые у нас наконец появились, вот это все, что я вам хотел рассказывать на нашем семинаре, поэтому, давайте мы с вами сейчас будем нашу встречу потихоньку заканчивать, я еще раз хочу сказать, что, вот эта презентажка с примерами и так далее, вам доступна, еще разочек, для тех, кто, может быть, немножечко задержался и, соответственно, вот этот адрес не зафиксировал для себя, не сфотографировал его, я его покажу, вы сможете презентацию мою оттуда забрать, значит, еще раз, всем участникам семинара огромнейшее спасибо за внимание, огромнейшее спасибо, что вы нашли время поучаствовать в этом семинаре, всего вам доброго, спасибо, и я с вашего позволения семинар, вебинар буду заканчивать. Программный ремонт, я вот смотрю, здесь Наталья мне задает вопрос, ремонт жесткого диска, ну да, в первую очередь, программный ремонт, значит, если вы сейчас ведете разговор о курсе ремонта и восстановления жестких дисков, то там основной упор на что делается, во-первых, знакомство с программно-аппаратным комплексом, который называется PC-3000, знаете, такое профессиональное оборудование, знакомство с этим комплексом программно-аппаратным, и дальше знакомство достаточно подробно с программой, я думаю, что я не знаю лучших программ, чем та, с которой мы вас на этом курсе знакомимся, это программа Виктория называется, может быть, кто-то из вас слышал, с возможностями программы Виктория, то есть программно-аппаратный комплекс плюс Виктория, мы, естественно, там не занимаемся сборкой, разборкой, пластины и так далее, ну, это вообще очень специфические вещи, которые там в специальных лабораториях делаются, а мы вот то, что, собственно, пользователям доступно может быть в первую очередь. Так, значит, коллеги, еще раз всем вам спасибо, и я вот теперь действительно трансляцию вебинара буду заканчивать. Всего вам доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!